Более 270 любителей и еще около сотни профессиональных спортсменов. От самых маленьких, кто впервые встал на лыжи, до мастеров спорта и даже тех, кому глубоко за 80. Каждый участник перед стартом традиционно получил шапочку и стартовый номер «Лыжня России-2022», которую из-за пандемии переносили несколько раз, была наконец официально объявлена открытой. Мы всегда сотрудничаем с Читинским районом, который активно принимает участие в таких мероприятиях. За всех я болею, и за спорт, и за спорт в целом, за Байкальском крае. Я привык, я хожу пешком на высоком уровне. Очень легко. Как по состоянию здоровья? Нормально. Я слежу за собой. Я мастер спорта по велосипеду. Это самый старый участник. Михаил Павлович готовился к лыжне основательно, по-другому не привык. На состояние здоровья ветераны спорта никогда не жалуются. Наоборот, всегда готовы дать фору молодым. А вот Виктор Ковалев – один из тех, кто лично пробил тропу лыжного спорта в Забайкальском крае в 2003 году. Среди его воспитанников сегодня на старте больше 10 человек. Сам он на лыжах стоит больше полувека. А значит, снова на старте. И вот когда начали проводить Лыжную Россию, интерес к лыжному спорту вырос во много раз. Дело в том, что люди почувствовали, что это свежий воздух, что здесь можно отдохнуть. Праздник. Настоящий лыжный праздник для наших ветеранов, для наших спортсменов, для всех любителей спорта. Просто душа радуется, что люди приобщаются к здоровому образу жизни. Не побоялись выйти на двухкилометровую дистанцию и новички без особых предварительных тренировок. Для них не особо важен результат. Эта категория получает удовольствие от самого процесса. У меня нынче по времени не хватало покататься даже на лыжах. И сегодня получился у меня выходной. И у меня получилось сегодня в день и вкатка, и старт сразу же. Ну, чувствуется, когда не катаешься на лыжах, очень тяжело. За друзей, за товарищей я поболею. Пожелаем быстрой лыжни. Принять участие в лыжне приехали любители и профессионалы из более чем пяти районов края. По итогам чемпионата читинские лыжники завоевали 19 медалей. Спортсмены из села Ленево озеро – 5 медалей. Петровско-Забайкальского – 4. И по одной взяли спортсмены из Хилка, Какуя, Сретенска и Могочи. Анастасия Сажина, Константин Васильев, РТК «Забайкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова